Доброе утро, наши ранние телезрители! С вами в эфире программа «Про утро» на телеканале ОТВ, и мы ее ведущие Полина Толмачева и Илья Рыков. 22 декабря, четверг. До Нового года остаются считанные дни. В воздухе витает дух праздника. Дети пишут стихи и письма Деду Морозу. Все происходит, как должно происходить. Но праздник пока еще не наступил. Пока еще работаем, и наш утренний эфир традиционно начинаем с интересного сюжета о недавних событиях округа. Смотрим. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вновь встретился с семьями мобилизованных и добровольцев, находящихся в зоне спецоперации. На этот раз поводом послужил вопрос организации досуга, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников. Одно из предложений нашей инициативы – это как раз дать возможность пользоваться прокатами и сервисами в наших парках муниципальных для всех родственников и наших бойцов бесплатно. Мы подготовили карточки. Вот я сегодня хотел вам первые вручить. Это карточки, которые позволят вам, соответственно, пользоваться этим сервисом. Спасибо. Воспользоваться предоставляемыми услугами можно в любом из парков Одинцовского округа, которые предоставляют широкий спектр развлечений. Норвей-парк, скейт-парк, арт-студии, детские городки, катание на коньках и даже дом Деда Мороза и Снегурочки. Вход на территорию свободный. При этом семьи мобилизованных также смогут воспользоваться дополнительными привилегиями. Первую партию мы начнем выдавать уже у нас в центре с завтрашнего дня. Поэтому ждем всех, кто имеет к этому отношение. Мы будем сверять с нашей базой данных, конечно, по заявлению. Будем ставить отметку о том, что карта получена и присваивать номер. Глава округа лично опробовал уровень предоставляемых услуг. В частности, качество заливки льда. Вместе с ним на каток вышли и главные герои. Для кого-то это был первый прокат, а кто-то с удовольствием вернулся к давнему увлечению. После освежающей прогулки участники встречи за чашкой горячего чая поделились своими впечатлениями. У меня старший ребенок вообще на коньках любит кататься. Младшего только учится, потому что был ковид, пандемия. И вот ей 6 лет, с 4 до 6 негде было кататься. Поэтому она первый раз встает на коньки. Поэтому, да, будем активно пользоваться карточкой. В планах администрации муниципалитета расширить перечень предоставляемых услуг по карте. Поддержка семей мобилизованных – один из главных вопросов на сегодняшний день. Сплоченность и неравнодушие – основа здорового общества. Друзья, ну а еще больше интересных сюжетов вы сможете увидеть на нашем ютуб-канале, где, собственно, хранятся все наши выпуски, всех добрых утров. И не только, а также программ, спецрепортажев, специнтервью. Все наше телевидение, все там. А где там? Вот перед вами QR-код. Наводите телефон и переноситесь магией. Прямо туда. И там все смотрите. Да, на наш ютуб-канал. Приступаем к датам. Ежегодно 22 декабря отмечается День Пенсионного фонда Российской Федерации. Это крупнейшая федеральная система страны, оказывающая услуги в сфере социального обеспечения. Ну, между прочим, традиция пенсионных выплат еще с Древней Руси тянется. Потому что тогда князь брал на себя обязанности по обеспечению и помощи своим воинам, которые состарились или получили ранения. А вот Петр Первый на уровне закона ввел денежные и пенсионные обеспечения для высших чинов армии и русского флота. Также сегодня отмечают День российского хоккея. Надо сказать, что игра с шайбой и клюшкой в нашей стране всегда была очень популярна. А началось все в далеком 1946 году. С первого чемпионата СССР по хоккею он состоял из двух этапов – предварительных игр и финального турнира. Были проведены матчи в восьми городах, а финал состоялся в Москве. Ну, естественно, на льду стадиона «Динамо». Кстати говоря, хоккей с мячом – это чисто русское изобретение. О чудо! До наших дней сохранились кадры этого легендарного матча. Смотрим. Мяч в канадском хоккее заменен резиновой шайбой. Поле в канадском хоккее меньше, чем в русском. Это делает игру более стремительной и напряженной. В русском хоккее судья назначил бы штрафной удар, а здесь игрок удаляется с поля. В канадском хоккее игра может происходить и за воротами, что позволяет игрокам лучше маневрировать. Всего 15 минут продолжается тайм, но требуется большое физическое напряжение, чтобы захоронить силы на все три таймы. Снова нарушение. Срок заточения кончился. В таком напряженном матче, когда оспаривается почетное звание чемпиона страны, особенно разгораются спортивные страсти. Вот был свой срок вратарь Динамо. Мутительно долго тянулись минуты вынужденного простоя. Гол ворота ЦДК. Матч закончился по белой московскому Динамо со счетом 2-1. Команде победительницы вручается почетный приз. А еще сегодня в России отмечают День бардовской песни. Праздник пока неофициальный, но отмечают его уже более 20 лет. Впервые его отметили в 2000 году по инициативе Константина Шлямова, археолога и автора-исполнителя бардовской песни. Ну что ж, 22 декабря это самый короткий день, а это значит, что у него есть самая длинная ночь. И вот это время суток, оно вполне может подойти для какого-то уютного вечера с бардовской песней. Я, конечно, не фанат, но вы можете попробовать. Нам стало интересно, насколько бардовские песни популярны среди жителей нашего округа. И мы это выяснили. Смотрим рубрику про опрос. Всем привет, это рубрика про опрос. Давайте узнаем, как к жителям округа относятся бардовская песня. Нормально, с удовольствием слушаю. Раньше любила в торпоходы ходить, конечно. Там всегда гитара, песни. А сейчас... Что это такое? С удовольствием. Классно. С удовольствием. Поем за страшные силы. С удовольствием. Начиная от Висбора и кончая, да. Очень положительно, отлично. Душу радует, когда даже по телевизору смотришь эту передачу. Природа, у костра, молодежь. На них смотришь и радуешься, и здоровьем набираешься. Барды бардами до сегодня родились выдающиеся личности и в других сферах. А кто и в каких, нам расскажет Илья Сергеевич. Расскажет, не помилует. 22 декабря родился итальянский оперный композитор Джакомо Пучини, автор знаменитой «Тоски» и множество других потрясающих произведений. А также российский кардиохирург с мировым именем, ученый из светиломедицинской науки, академик Лео Бакерия. Я, как человек, которому делали операцию на сердце, с этим знаком. Лео Антонович, от души вас поздравляем с праздником и спасибо вам за все спасенные жизни. Также сегодня родился советский и российский писатель и сценарист, автор детских книг Эдуард Николаевич Успенский, которого, естественно, все знают как автора кого? Кого? Крокодила Гены, Чебурашки, Кота Матроскина и множество других замечательных персонажей. Его произведения перейдены на 25 иностранных языков и популярны в Голландии, Франции, Японии, Финляндии и даже, че уж тут греха таить в США. А Япония так вообще тащится от нашего Чебурашки. Считает его национальным героем каким-то. Я тоже люблю Чебурашку, но еще я обожаю просто Трое из Простоквашина. И вот как раз сейчас к случаю подобрался фрагмент одного такого произведения, Трое из Простоквашина. Трое из Простоквашина. Трое из Простоквашина. Будьте здоровы. Спасибо. А ты мальчик чей? Ты откуда к нам в деревню попал? Я не чей, я сам по себе мальчик Свой, собственный Я из города приехал Так не бывает, чтоб дети сами по себе были Дети обязательно чьи-нибудь Это почему не бывает? Я, например, кот сам по себе, кот Свой собственный И я свой собственный А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно? Нет, я не из милиции Я из почты Я почтальон тутошный, Пичкин Поэтому я все должен знать, чтоб почту разносить Вы, например, что будете выписывать? Я буду мурзилку выписывать А я про охоту что-нибудь А я ничего не буду Настало время гостей в нашей студии Сегодняшний наш гость не совсем обычный Встречаем звездный продюсер Организатор светских мероприятий И просто человек-праздник Сергей Дворцов Сергей, доброе утро Доброе утро Спасибо, что ты к нам дошел В своем плотном графике Скажи, пожалуйста, что входит Кто такой вообще звездный продюсер? Что входит в твои обязанности? Ну, это полноценная организация мероприятий То есть ведение артистов От а до я Начиная от образа, кончаясь Чтобы он доехал Выспался И у него все было хорошо Второй отец, условно говоря Артисты Что такое артисты? Для нас это дети Маленькие дети Сереж, скажи, ну а звезды, они же наверняка капризные Как удается находить общий язык? Подход, скажем так Вы знаете, я бы сказал бы так Так как каждый человек из нас капризный А творческие люди, звезды Это в 10 раз капризнее Но здесь нужно иметь такую некую коммуникацию То есть человеку, так сказать В доверие войти Чтобы были на контакте максимально То есть от звонков до звонков Как говорится, от звонка до звонка С утра и до ночи? С утра и до ночи, да А иногда и ночью? Я бы сказал бы, ночь Это очень частый случай Тогда, когда мы не спим А мы работаем, трудимся А потом уже как белые, небелые люди Утром только ложимся спать Ну и, собственно, мой рабочий график Это заключается в том, что я просыпаюсь Во второй половине дня Начинаю работать во второй половине дня И, соответственно, всю ночь Какие-то мероприятия и тому подобное Чудо, как хорошо Вот скажи, ты прямо вот с детства Об этом и мечтал Ну, частично да Расскажи мне, как сформировался у тебя Вообще вот этот запрос Хочу стать продюсером Вы знаете, у меня не было запроса Хочу стать продюсером У меня была просто цель Попасть в шоу-бизнес Именно в куары Потому что каждый для меня артист Это, наверное, некая звездочка Такая истинная Ну, как у нас говорят Звезды Я говорю, нет, стоп Есть звезды на небе А есть талантливые люди Артисты Которые публичные, соответственно Поют, выступают И тому подобное До 16-го года я занялся Вообще другим делом Чем? Совершенно Работал на почте Да Почтальоном Да Нет, ну, на самом деле Я сейчас по образованию В принципе, журналист Коллеги У меня были Коллеги Поэтому, как говорится, коллеги Но, тем не менее У меня В 16-м году Такой был Переломный Период вообще В моей жизни Что не было Неработка Почту закрыли Да, да, да Почту закрыли Действительно Я не знал Думал, куда 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 Податься Поднимать И не Это звучит так И однажды я Принес Письмо Лазе Юрию Лазе И он-то мне и рассказал Нет, вот как раз-таки Вот эту историю Я доведу до конца Даже не Юрия Лаза Барри Кремовича Альбасов В 16-м году У меня был Переломный Такой Период в жизни Когда я В принципе Искал Себя Что-то новое Необычное И у меня была Знакомая артистка Но она сейчас Неизвестная По сей день Как говорится Так уж случилось В этой жизни у нее Говорит Давай Ты будешь Моим концертным директором В смысле? А что это? Я не понимал Вообще Ну как Как себя вести Что делать Что входит в свои обязанности Да Говорит Подожди секунду Я все решу Я тебе все покажу Все нормально будет Проходит Ну наверное Месяца три Я с ней по концертам поездил По организации Туда-сюда Какие-то переговоры Еще что-то Быстро влился Просто в колею Не прошло и полугода Так уж случилось Мы с ней расстались Как развели Нас Как море корабли Она пошла по своему пути Я дальше пошел По своему пути И собственно Такой вот Первый мой артист Был Это Сергей Савин Проект шоу Фактора Говорит Аллы Борисовны Пугачевой Вот и тому подобное Я начал себя Именно позиционировать Как сначала Концертный директор Пиар-директор То есть как бы Взаимодействие И по пиару По технике По концертам По организациям И тому подобное То есть я понимаю Что это мое Потому что Мой график Он ненормированный 24 на 7 Я человек энерджайзер Я люблю У меня утром пробежка Вечером я максимально На мероприятиях Как говорится Работаю И по ночам Некоторые задают мне вопрос Говорят Как ты можешь ночью не спать? Говорю Обычно Все нормально То есть Это условно говоря Биополе у меня поменялось С утра на ночь Ярко выраженная сова Нет, ну это нормально В Америке же тоже Когда у нас ночью Они не спят Ну вот Привыкли же Ты, можно сказать Свершил сегодня подвиг Придя к нам в студию Да Спасибо тебе Обычно В это время На самом деле Я сплю Но как бы Я бы сказал Только ложишься Но ты же человек Энерджайзер А энерджайзеры Они же Да Скажи у вас С кем из звезд Пришлось поработать? Антон Зацепин Сергей Савин Это вот мой Крайний артист был Это Пьер Нарцисс Который ушел из жизни В этом году Этим летом Вот И Когда он ушел На меня Ну я бы сказал Наверное Такой шквал Вылился просто всего Начиная от негатива А кончая позитивом То есть тебя обвиняли В этом событии? Ну я не скажу Что конечно Меня обвиняли Но Как у нас Говорят Что если артист Выпивает Значит в этом виноват Или продюсер Или директор И тому подобное Или близко расположенный магазин Да Ну на самом деле Просто человек Каждый творческий человек Что значит Рюмочку Принять на душу Выйти на сцену Это не говоря о том Что нужно себя заливать Максимально Как говорится Человек Страдает алкоголизмом Мне сейчас кажется Ты сейчас свою карьеру Так медленно Медленно Вкапываешь Потому что Сейчас нас Посмотрят Звезды А между прочим В Одинцовский округ Входит и всем известная Рублевка Кажет Оооо Да Нас парень Сольет Нет Мы все Любим выпивать Но Что греха таить Праздник Скоро Новый год рождественские праздники почему бы нет всегда нужно расслабляться я считаю друзья мои нет ничего так сказать грешного в процессе есть проблема в количестве вот с этим мы конечно безусловно да сергей скажи пожалуйста а твою работу можно назвать творческой или все-таки это больше менеджмент и рутина частично потому что я частично сам где-то присутствую да то есть в качестве ведущих каких-то мероприятий меня порой бывает организатор просто выталкивают некому вести иди господи ну ладно здесь не проблема как бы коммуникация с людьми со зрителями для меня это просто глоток воздуха так сказать плюс ты даешь энергетику свою людям и получаешь от них взамен соответственно обмен такой происходит энергиями будем называть это так все как у нас только у нас через камера у вас да у меня в живую но как бы тет на тет да скажи вот твой псевдоним дворцов почему это же не настоящая фамилия да это псевдоним до шестнадцатом году мне позвонил один из менеджеров барри каремча альбасова пригласил к себе в команду думаю интересно нам поработать составе легендарная группа на на это для меня это высший пилотаж как говорится все таки алибасов у нас величина я приезжаю к нему домой открывать двери я такой что был ну зеленовать и будем называть так зеленое чего такого ничего не понимала будет проходить садись все что умеешь это тита тита титата тита коммуникации статаны переговоры это татататата так все сидит смотрит нет хорошо что нет ядумал человек к вам не разочаровался. Все, думаю, мне не сюда. Дверь другая. Говорит, нет. Но ты должен идти по тому пути, который ты хочешь. То есть он увидел во мне вот эту вот коммуникацию переговоров, что я, в принципе, сам себе, сам себя могу свободно как бы и продвигать, и с артистами, то есть все вот эти моменты. Когда уже... Так а псевдоним-то? Вот, да, вот. Сейчас доходим. Уже близка цель. Говорит, почему бы тебе не придумать псевдоним? Говорю, смотрите, я не артист. Я менеджмент, да, как бы, ну, со своей стороны. И как бы коммуникации все равно веду и сам же себя продвигаю. То есть у меня ни директоров, ни пиарщиков нет. Я сам себе пиарщик, сам себе и директор, и тому подобное. Как говорится, все, все, все для себя. Он говорит, Дворцов. Я такой сижу. Говорю, Барри Каримович. Самое главное, чтобы не путали, потому что очень раз много было. Что в программах, что журналисты, коллеги, что даже на светских мероприятиях. Сергей Дворецкий. Я говорю, я не дворецкий. Я говорю, я Дворцов. Я не дворецкий, я управляющий Дворцов. Да. Настоящая это фамилия при рождении данная. Веселов. Веселов, ну, тоже такая творческая. И вполне подходящая для данного вида деятельности. Вот если бы ты работал в похоронном бюро, вот это было бы, наверное, минус. Но в шоу-бизнесе, по-моему, Веселов это... Ну, это, я так понимаю, дань уважения Барри Каримовичу. Да, да, да. Во-первых, я ему благодарен за то, что такой легкой рукой он щелчок некий такой дал. И я ушел после него. Думаю, надо же. Я сразу же в соцсетях все поменял. И ник, и не ник, и, как говорится, все для всех осталось Дворцовым. И по-другому восприятие, по-другому даже энергетика как-то вот пошла. То есть, условно говоря, мне моя подруга говорит, да что ж такое? Ты, говорит, живешь на две стороны, так сказать, ты Веселов, ты Дворцов. Меняй фамилию в паспорте. Ну вот, даже, думаю, в новом году уже меня полностью... Скажи, что нужно сегодня молодому, юному, начинающему, продюсеру... Я уже не юный. Нет, вот я поэтому и спрашиваю, чтобы ты дал совет. Так уже опытный. Да, вдруг кому-то тоже жопотом захочется стать. Ну, вы знаете, я хочу сказать, во-первых, совет нашей молодежи. Не курить. Ну... Это само собой. Вот, безусловно, без вредных привычек. Давайте вести здоровый образ жизни. Лыжи, спорт, спортзал, и все будет великолепно, как говорится. Ну, поменьше алкоголя. На душу можно, особенно нам, творческим людям. Это полезно. Вернулись тому, с чего начали. Ну, ладно. Безусловно. Значит, творческое начало. Да, творческое начало. Больше быть коммуникабельным. Больше быть таким открытым. Не скажу, что вот максимально, да, там есть такие люди, которые приходят, условно говоря, все, человек, он видит для себя врага. То есть человек должен тогда максимально разбираться в людях, хотя бы, да, ну, какие-то коммуникации иметь, какие-то связи иметь, да, там... Этому можно научиться? Или это дано? Это, соответственно, надо родиться. Вы знаете, я вот даже не знаю, но как бы у меня это происходило постепенно, собственно, да, то есть я одно приобрел, второе приобрел, имя приобрел, связи приобрел. И сейчас мое уже полное начало, я, как говорится, звездный продюсер, работаю со всеми звездами, коммуницирую, дружу, работаю. Ну, то есть это, я бы сказал бы, как некое дерево, которое постепенно разрастается, разрастается, разрастается. Ничего сразу у нас в этой жизни не бывает. Конечно, конечно. Все нужно постигать, да. Ну и нервы, наверное. Мешок нервов. Вот здесь очень хороший вопрос, на самом деле. Нервы у нас у всех стальные, не стальные, у каждого по-разному. Я бы взорвался, наверное, сразу. Я взрывался очень часто, на самом деле. Я психовал, скажу откровенно. Я мог бросить посередине просто вот какой-то проект артиста. У меня были вот на начальных садях, думаю, все, я больше не буду работать, мне это надоело, это не мое, я ухожу. Но как бы это нормально тогда, когда ты начинаешь с опытом, ты начинаешь, соответственно, с каждым годом все прибавлять все какие-то в себе вот эти навыки. Открываешь для себя что-то новое. Для тебя человек также открывается с другой стороны. Смотришь, ага, и так, и так, и так. Ну, творческие люди, они все в принципе одинаковые, потому что что такое творческий человек? Это тонкая натура, которую нужно любить, ходить, лелеять, чуть ли не по головке гладить, от дома до дома, все проверять, потому что, ну, что говорить, это люди такие, которые требуют к себе максимального внимания. Тонкая душевная организация. Да, иронимая, самое главное. По себе знаю. Ну вот. Да. Скажи, пожалуйста, а что так выводило из себя, вот когда хотелось все бросить? Выводило из себя как раз таки психия. Психия моих артистов. А, я был это отдельной категорией граждан, с которой ты сталкивался. Это все они же. Слава богу, нет. Это все они же. Слава богу, нет. Не приходилось такими, как говорят, сообщаться, но на моем опыте, да, в принципе, повидал многих людей, которые и сумасшедшие от слова совсем, творчески сумасшедшие. Ну, а кто всех переплюнул, скажи? Кто всех переплюнул? Это после записи, или нет? Да, это не под эфир. Да. А мы-то узнаем. Ну, конечно, да. А потом все узнаем. Да. Нет, ну, на самом деле, вот смех смехом, да, выводило из себя очень, конечно, многое, потому что, что говорить, человек творчески это некое дитё, который тоже тебе говорит, я это хочу, я это хочу. Мы приезжаем на мероприятие, допустим, человек мне стоит, просто истерику закатывает. Потому что нет солёных огурцов с чёрной икрой, да? Причём... А я вот это-то расскажу. Также у меня были моменты по поводу райдеров. Райдеры, это, конечно, я сейчас очень стал... Отдельная песня, да? Да, к организаторам. То есть, если в райдере нету, допустим, у меня у Нарцисса было там, вот, как вы сказали, там чуть-чуть виски. Ну, это, по-моему, даже не... Не тайна, это все знают. Не, ну, это безусловно, да. Но я вам скажу, у покойных также, вот, дружила с Валентиной, легко ступаю. У этого человека никогда алкоголя не было. От слова совсем. Вот пример для подражания. Бутылочка, водички, газировочка, сок, максимум лимонад, кока-кола. Всё. Больше ничего. Это же ведь очень важная качество, потому что, как я люблю говорить, да, я не пью больше одной рюмки, да, но когда я выпиваю рюмку, я становлюсь... Мы всегда так говорим. И вот он уже начинает дальше барагозить. Да. Поэтому... Да, да. А там что, куда кривая выглядит, неизвестно. Константация фактов. Между прочим, да, кривая дорожка. Да, да. И вот выводили меня вот такие моменты, потому что организаторы порой бывали, косячили одним словом, передо мной, перед моим артистом. Тогда, когда, знаете, ну, с одной стороны, ты договариваешься, приходишь на одно, говорят, ой, вы извините, а вот вы выступаете в конце, в самом, при этом в то время, когда мы должны выступать уже в самом конце, а до этого мы говорили там про другое время совершенно, там, в середине программы или в начале программы, а у нас-то уже другие мероприятия, мы дальше едем, мы же не останавливаемся, у меня по день, по три, по четыре, по пять мероприятий, вот так вот было, просто вот такой вот виток. С одного места в другое, я говорю, мы не можем ждать, потому что так, так, и так, и так, и там, и там. И вот как быть? И вот как быть? Мы просто-напросто разворачивались и уходили. Вот так. И больше уже не работали с такими организаторами? Вы знаете, у меня были моменты прямо, ну, такие, я бы сказал бы, откровенно говоря, жесткие. Тогда, когда человек посылал на три буквы и сказал, больше мне не надо звонить по таким условиям. Бывали такие моменты, вот когда на человека ты смотришь, он к тебе в душу западает. Хочется работать. Хочется сотрудничать и хочется дружить с этим человеком, потому что ты видишь потенциал, видишь какие-то дальнейшие коммуникации вместе с ним. Этим людям я делал поблажку. Проща, прощал. Но один раз. На второй раз все, это уже не мое, как говорится. У меня вот вопрос такой, я не могу его не задать, просто интересно. Расскажи, на твоем пути, в твоей практике, самый безумный райдер. Ну вот, например, у группы Rolling Stones есть такая малоизвестная команда. У них достаточно все банально, но обязательное условие, где бы они ни выступали, должен стоять бильярдный стол для игры в пул. Все. Они не работают, если там его не будет. Вот скажи, самый сумасшедший райдер, который тебе приходилось встречать. Максимум, у меня просто человек просил бассейн. Бассейн? Все. Покупаться, отдохнуть. Или сауну, или баню. А, ну то есть, чтобы где-то поодаль было такое место. Я уже думал, надо предпостроить его, или прибереть. Ну, к счастью, у меня таких еще не было. Посмотрим, все еще впереди, как говорится. Вдруг еще что, как говорится, может быть. Но тем не менее, это максимум, что человек требовал обязательно перед выступлением баня, сауна, пропариться, там отдохнуть. Сергей, ну, тебе по роду деятельности приходится бывать на разных мероприятиях. Скажи, пожалуйста, наверняка много всяких курьезных моментов. Или там, когда что-то идет не по плану, когда какое-то... Это всегда идет. Вот любое мероприятие... Все идет не по плану. Все идет не по плану. Так может вообще не готовится? Все равно все просто не по плану. Нет, вы знаете, есть такие люди, например, я знаю одного из организаторов таких, ну, значимых, не буду называть эту фамилию, но ее знают все. Просто скажу, одно имя ее зовут Наталья. Она организовывает мероприятие, ну, дружит с Лолитой, с Колей Басковым, с Филиппом и тому подобное. То есть этот человек максимум, вот если она сказала, у меня начинается мероприятие в 7. Четко в 7 выходит первый артист. И все, как говорится, по накатанной. Но, как правило, что у нас, если делают мероприятия организационные, ну, так же, как и в Хоши Ябл, раньше делали какие-то премии, какие-то презентации. Просто, понимаете, подготовка, она занимает, безусловно, очень уйма времени, энергии. И порой вот ты смотришь на время, думаешь, хорошо, у тебя начало в 7. Смотришь, не успеваешь. Плюс еще полчаса, 40 минут, это 100% как пить дать. То есть все идет задержка. Да, да, да. То есть плюсуется время. Ну, с другой стороны, если, как говорится, осведомлен, предупрежден, значит вооружен. Безусловно. Просто график составляем, плюс 40 минут везде, да? Да. Ну, я тоже, может быть, продюсером из звездцевой буду. Так-то я пока просто продюсер, да? Все впереди. Видеоконтент. У нас жизнь меняет. Мы поговорим после. Вот настоящий продюсер использует любую возможность для продвижения. Скажи, пожалуйста, с кем сейчас работаешь? С кем? Угу. Какой-то интересный проект. Ой. Да, одним словом, что сказать, после смерти нарцисса, на самом деле, у меня, опять же, был период месяца, наверное, два, я подумывал просто вот чисто уже заняться собой, остаться, наверное, более, наверное, не на концертной части, на организационных, а чисто как вот, как пиарщик, да, то есть расталкивать артистов там по радио, по эфирам, туда-сюда. И, а у нарцисса есть супруга, которая вместе с ним выступала. И вот спустя три месяца она мне звонит, вот в августе, в сентябре, вот мы сделали его вечер памяти, говорит, слушай, а я же, говорит, пела и пою. Говорит, так. Нарцисс, ну, как бы, хотел бы, чтобы тоже я бы там дальше выступала, продолжила бы его деятельность. Она даже, чтобы вы понимали, все права на шоколадного зайца сейчас у нее. Шоколадного зайца немножко в другом формате. Она скоро исполнит в новом году. Шоколадная зайчиха. Ну, да. Да, грубо говоря, шоколадная зайчиха. Но там будет несколько такой а-ля ремикс под женскую, так сказать, аудиторию. Под женский вокал. Да, под женский вокал. Я просто слегка далек от этого направления шоу-бизнеса, поэтому я так с удивлением все это. И вопросы дурацкие иногда задаю, потому что... Это нормально. Ну уж сори, я старый рокер. Вы знаете, у меня были просто глупые вопросы, еще глупее, чем... Еще глупее эти! Ну, слава богу. Но мне просто задавали вопросы такие... Ой, ты со звездами? Боже мой, а что ты там делаешь? А что это такое? А как это вот это? Ну, как бы, с одной стороны, я понимаю человека, потому что это то же самое, когда человек ко мне подошел, говорит, а ты будь моим концертным директором. А как это? А что надо делать? То есть, как бы, да, человек, понятное дело, я понимаю, что нашу сферу мало кто понимает, безусловно, да, как бы, сидящий, да, наш любимый зритель, как бы, да, но частично кто-то понимает, как это работает, как концерты, нам какие гастроли даются с таким трудом, что мама дорогая, потом неделю лежишь в кровати и думаешь, господи, наконец я просто со своей подушкой лежу. На подушке. То есть, ну, как бы, вот такие моменты. И на сегодняшний день я занялся ею, то есть, как некое такое продолжение витка развития нарцисса в его честь, в его память. Ну, вот, как-то так. Ну, что ж, занимаем места в первом ряду, покупаем билеты и ждем шоколадную зайчиху, я думаю, так. В новом году, да. Сергей, скажи, пожалуйста, такое ощущение, что в последнее время и в шоу-бизнесе в том числе стали, как-то, знаешь, стал набирать популярность ЗОЖ, здоровый образ жизни. Как-то все, вот, вот в тему фитнеса. Слава Богу. Да, да, вот расскажи нам. Я скажу, ну, во-первых, я за то, чтобы человек, конечно же, был здоров. И вменяем. И вменяем, в первую очередь, действительно. Потому что на сегодняшний день, что самое для нас драгоценное, это здоровье. Да. ЗОЖ, что такое ЗОЖ? Это человек, уверенный в себе, с таким стержнем, встать в 6-7 утра, хотя для меня это максимально сложно. Вот Полина Николаевна имеет большой опыт вставания в 6-7 утра. Ой, это великолепно. Мне надо части, что уже... Двое детей, они помогают. Да, способствуют. Безусловно. Тогда это стимул максимальный, чтобы встать в 6 и... А я просто так стою, без детей. Ну, извините, такой уж у меня биоритм. Понял. Ну, соответственно, ЗОЖ, да, вот про ЗОЖ, если говорить, я, у меня семья не курящая, не пьющая. То есть, я никогда не курил и не курю, и не собираюсь курить. Хотя с моей работой, знаете, каждый, который вот, ну, меня знает лично, говорит, боже мой, у тебя такая ненормированная работа, как ты можешь не курить? А может... Можно, да, можно такое, но, понимаете, в таком случае человек должен находить некие другие моменты, расслабляться. Например, что такое для меня, да, вот мы говорим, опять же, про ЗОЖ, это великолепная тематика, потому что, если у меня есть силы, хотя бы возможности встать в 6 часов утра, я понимаю, я пойду в лес, пробежечка, я пробегу. Свежий воздух. Свежий воздух для меня это все. Природа для меня это все. Как мало человеку надо, вот казалось бы, да? Открыл форточку, свежий воздух, все. Нет, все хорошо. Встал на беговую дорожку, пробежал, нормально. Ну, в таком случае, вы знаете, меня тянут в спортзал, но для меня, вот, я близко к природе. Например, летом я люблю просто вот уезжать далеко от Москвы. Мой второй город, это Сочи. Я там максимально отдыхаю. Ну, по-моему, это такой же сумасшедший дом, как и Москва, только там теплее. И можно здесь. Только там теплее, но там энергетика другая. То есть, там люди другие. Море, воздух, природа, праздник. Люди до такой степени воодушевленные. Тебя там чуть ли не целуют в магазинах. С деньгами у нас где хочешь, и кого хочешь целовать. Да, да, да. В Сочах хорошо. В Сочах хорошо, но, безусловно, дома лучше. С деньгами. С деньгами вообще все хорошо. Да, да. В Сочах еще лучше. В Сочах еще лучше, действительно. Но, подводя итог к тому, что я хочу, чтобы наши россияне не курили и не пили, и действительно ЗОЖ. но ЗОЖ влияет на каждого по-разному. Кто-то, например, чисто идет из-за того, что, о боже, я толстый или я толстая. Все, мне надо, значит, бегать только из-за этого. Второй там думает... Это же лучшая мотивация. Ой, не дай бог, на самом деле. Я, как говорится, не толстый, и слава богу, как бы слежу за собой. Опять же, спорт и какие-то мотивационные моменты. Но, тем не менее, говоря о том, что пробежка в лесу утром до плохого, естественно, не доведет. А наоборот, полезно, воздух, глоточек, потом контрастный душ, выходишь, и ты, как свежий человек, как белый человек, именно на целый день ты заряжен, как говорится, да, и тому подобное. Безусловно, кто-то бежит в спортзал, штанги, беговая дорожка, все. Ну, для меня, я такой человек, наверное, больше к природе, больше к травке, если это лето, к деревьям. Ну, вот максимально я, вот если летом я ухожу в отпуск, я прошу всех, оставьте меня в покое, на неделе три, и я уезжаю один, просто, вот, от всего, от города, от этой суеты. Как-то перезагружаешься. Или к морю, или вот поближе к лесу, допустим, там снять тот же дом, какую-то, да, там, или на дачу к друзьям, условно говоря, это последний прям максимальный пыл, что я могу сделать, но люблю побыть один, вот, частенько. А как еще свой досуг проводишь? Вот смотри, праздник, это, в принципе, твоя работа, то есть люди, когда отдыхают, а вот для тебя отдых, это работа, а вот время, как свободное проводить? Да, мне кажется, Сергей, и сказал, просто ничего не делается. Лежать в кровати и отсыпаться на самом деле. Нет, ну, я хочу сказать, если чисто свободное время, куда-то уехать. Допустим, я люблю путешествовать по городам, там, в Казань могу уехать. Чисто вот поехать, взять билеты на самолет, поехать погулять там. Просто. Раскрутить глобус, ткнуть пальцем и поехать. Ткнуть, да, там что-то уронить и вернуться назад. Да, 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 да. Или в Петербург, да, то есть в Питере очень много красивых мест, вы сами знаете, то есть тот же Невский, там, еще дальше глубже зайди, там, ну, просто, я не знаю, ну, красота. У каждого свой какой-то отдых, какая-то альтернатива, еще что-то. Кто-то бежит, например, не знаю, господи, у меня есть товарищ, который раз в две недели порой бегает в зоопарк и просто вдохновляется животными. В зоопарк? Ну, как говорится, при снятии. Тараканов было. Кому-то и носорог невеста. Ой, нету слова. А среди известных личностей, скажи, пожалуйста, тоже популярна вот все-таки вот эта тенденция, я права была, что все приобщаются, если, допустим, взять те же, ну, 90-е, я не помню, но 2000-е, когда вот это все было, сейчас как-то все уже остепенились. Здоровья нет. Ну, здесь я с вами соглашусь. Почему? Потому что здоровье, как говорится, нужно беречь. И, соответственно, с нашей работой и с вашей, а у нас, в принципе, похоже 24 на 7 коммуникация с людьми. Телевидение никогда не останавливается. Вот. Вот. Это такой виток, который будет бесконечным. от слова слова. Сергей, ну это прекрасно, все, что вы сказали, и все пожелания такие, они прям то, что надо, как говорится, да, и говорить об этом можно очень долго. Но у нас, к сожалению, время ограничено, поэтому мы переходим к той части, о которой вы ничего не знали. Да, это сюрприз. И мы не предупреждали. Да, мы всем гостям, нашим, дорогим и любимым, задаем в конце интервью такой небольшой блиц-опрос. Это достаточно простые вопросы, которые предполагают такие достаточно быстрые ответы. Может быть, какие-то покажутся неожиданными. Неожиданность для меня это... В моей сфере это уже нормально. Первый вопрос, самый простой. С чего начинается твое утро? Ой, пробежка частично, чашка кофе. Это как частично? Половина тебя дома осталась, половина побежала? Нет, если я нахожусь вот именно в таком ритме, что я это хочу сделать, я порой себя даже толкаю, думаю, это надо, это надо. Пробежка, душ, чай, кофе. Ну, на выбор безусловно. Ну и дальнейший, как говорится... Уже день пошел. Да. Прекрасно. Если бы не продюсер, то кто тогда стал? Кем бы стал? Наверное, журналист, который любит интриги звездные так же. Расследование. Без чего ты жить не можешь? Вот этот вопрос для меня, наверное, без чего я жить не могу. А это блиц. Это быстро. Это сразу хоп. Я понимаю, да. Без чего я жить не могу. Без хорошей еды. Люблю вкусно покушать. Ой, коллега. Я тоже люблю. Хоть кто-то сознался, да? Давай так. Твое самое худшее качество, которое ты сам считаешь в тебе есть. Ой, порой бывает лень. Но в моей работе этого нельзя. А лучше? Позитивный. Всегда при всем раскладе в моей жизни. Что-то случается, не случается. Я всегда на позитиве. Я всегда бодр и веселый. Ты хотел бы дружить с таким человеком, как ты? Да? А жить? Сложно вопрос. Надо подумать. Возможно, да. А возможно, нет. Потому что второе мое я. Такое своеобразное. Я его порой остепеняю. Побаиваешься сам. Да, прекрасно. Главное, чтобы твой второй друг, да? Да. Не воображаемый, не занял место первого. Да. Если бы можно было пообщаться с каким-то человеком, известным, неизвестным, живым, неживым, неважно. Вот кого бы ты сейчас хотел видеть перед собой? Ну, просто пообщаться, выпить чашечку кофе, а просто, может быть, о чем-то спросить. Наверное, Иосиф Пригожин. Что для меня человек это второй также, который очень властный, очень импульсивный, очень коммуникабельный и профессионал своего дела. То есть он за своей артисткой, супругой, да, Валерии, он делает все от слова совсем и даже больше. Какой оригинальный ответ. У нас еще такого не было. Ты когда начал говорить, Иосиф... Иосиф, да. А у нас просто мы разговаривали только что. Вчера был день рождения Иосифа Сереновича, и мы это обсуждали. И когда ты сказал, Иосиф, я думаю, да ладно. А не, ну а почему нет? Да, ну Пригожин тоже достойная кандидатура. Я бы на самом деле еще пообщался, если бы был бы жив все-все-все-все-все, доводочным Кобзоном. Потому что для меня этот человек... Это величина. Легенда, да. Сереж, спасибо тебе большое, что ты сегодня совершил подвиг, пришел к нам, рассказал нам... С утра пораньше. Да, приоткрыл нам, так сказать, завесу тайн жизни звезд. И внес настроение, что немаловажно. Да. Спасибо. Ну, творческих успехов, как говорится. Спасибо. Счастья в труде и спорте. Спасибо. Ну, а вы не переключайтесь, дорогие друзья, мы к вам вернемся буквально через несколько секунд. Вот ты, прямо сейчас положи пульт и никуда не переключайся. Тебе говорю. Очень интересная у нас получилась беседа с Сергеем Дворцовым, но пора от интересных бесед переходить к полезным советам. Ну, переходим-то мы переходим, но на самом деле получается, что мы немножко продолжаем тему, потому что Сергей Дворцов, он прям топит за ЗОЖ, за здоровье. И в качестве, так сказать, назидательной какой-то информации я предлагаю посмотреть как раз нашу рубрику про здоровье. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертей у населения. Что же делать и какую профилактику нужно проходить? Я пообщалась с врачом-терапевтом Верохой Татьяной Сергеевной и узнала, какие причины и какие симптомы существуют. Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте среди причин смертей у населения. Факторы риска, которые влияют на развитие заболеваний – возраст, пол, генетическая предрасположенность, гипертоническая болезнь к сахарному диабету, курение, то есть наш образ жизни, питание, стрессовые ситуации, давление. Если у вас повышается артериальное давление, вы обращаетесь к терапевту или к кардиологу, он устанавливает заболевание, или это гипертоническая болезнь, или симптоматическая гипертензия, и в соответствии с заболеванием назначает лечение. Не затягивайтесь лечением, ведь все достаточно просто. Наше здоровье зависит от нашего образа жизни. Если вы поняли, что у вас уже начинаются первые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, обязательно вызывайте скорую помощь. Человек не в состоянии будет верно отдифференцировать причину болевого синдрома. Чаще всего люди связывают боль в области грудной клетки, посередине, с левой стороны, с заболеванием сердца. Но ведь это может быть не так. Правильно обратиться к специалисту, не бесконтрольно глотать обезболивающие препараты или седативные препараты. То есть должен пациента осмотреть специалист, да, обследовать и назначить корректное лечение. Теперь нам стало ясно, что причины сердечно-сосудистых заболеваний достаточно серьезные. Поэтому не забывайте проверяться и берегите себя и своих близких. Вот я не перестаю удивляться, насколько богат и разнообразен растительный мир. Вот даже вот одна кувшинка Виктории гигантская, чего стоит ее листья, могут выдержать вес взрослого человека. Я, кстати, видел где-то такой сюжет, когда действительно человек стоял на такой кувшинке. Это было замечательно. Ну, не только хищные, не только гигантские растения можно использовать для оформления интерьеров. Да и вообще просто, чтобы подарить кому-то радость в виде букета, легко и просто. А вот чтобы это было красиво и идельно, у нас тоже есть рубрика про цветы. Всем доброе утро! С вами я, Дарья Ромашева, и рубрика про цветы. Сегодня я вам расскажу про необычные оригинальные цветы, которые можно использовать для интерьера или букет. Здесь представлен цветок, который называется артишок. Он замечательно вписывается в композиции и в букеты, а также прекрасно дополнит ваш интерьер своим необычным видом. Осенью часто можно встретить в ассортименте цветов розеточку от лотоса. Очень красиво дополняет и букеты, и подсушится, и может остаться в качестве украшения вашего интерьера в любимой вазе. Также хочу вам рассказать про необычный цветок антуриум. Он сейчас на пике популярности. Его часто используют в самых необычных цветочных композициях для свадебных оформлений. Но прекрасно также смотрится и для мужских букетов. Очень оригинальный и необычный цветок. Ну и, конечно, куда без любимой протеи. Это африканская роза. Бывает белых, розовых и красных оттенков. Уникальный цветок, необычный своей формой и внешним видом. Имеет бархатные лепестки и замечательно смотрится в домашнем интерьере после высыхания. И, конечно, никакой букет осени не обойдется без брасики. Она бывает разных видов. Очень пышная и интересная. Просто на роде капуста. С вами была я, Дарья Ромашева, и рубрика про цветы. Желаю вам замечательного настроения. Переходим к советам звезд. Овны, постарайтесь сегодня провести спокойный день и не участвовать в спорах или конфликтах на рабочем месте. Ваша несдержанность может стать причиной серьезных неприятностей в ближайшем будущем. Сложность концентрации будут преследовать тельцов весь день. Ваше внимание постоянно будет переключаться на ненужные разговоры или дела. По возможности поработайте в одиночестве. А вот близнецам прилив вдохновения поможет сегодня в творческих начинаниях. Побольше общайтесь и встречайтесь с разными людьми. Судьба приготовила вам новые возможности, которые необходимо использовать. Раки. Не пытайтесь планировать дела или влиять на ход событий 22 декабря. Наблюдайте за ними со стороны и позволяйте всему идти своим чередом. Кстати, очень интересная позиция. Хорошая. Наблюдатель. Используйте интуицию для решения повседневных вопросов. Львы, настраивайтесь на сложный напряженный день. Будет много проблем и задержек. Вам понадобится терпение и выдержка. Приведите в порядок рабочее место. Разберитесь со своими мыслями и в отношениях. Ауде в благоприятный день для решения старых отложенных проблем. Сегодня вы сможете окончательно с ними разобраться. Будьте дружелюбными с окружающими, находите единомышленников. Рассмотрите все предложения. Возможно, среди них будут и выгодны. Весам полезно провести день, общаясь со многими людьми, как на работе, так и вне ее. Новые встречи и переговоры принесут пользу и будут позитивными. Если у вас слишком много дел, делегируйте их коллегам. У скорпионов день ожидается очень насыщенный и плодотворный. Впереди много работы. А главное, сегодня верно спланировать свое время. Старайтесь не перенапрягаться. Чаще отдыхайте и делайте перерывы. Помощь коллег или друзей будет очень кстати. Стрельцы, оптимизм и позитивный подход ко всем сложным вопросам вам поможет справиться со сложностями. Новые начинания 22 декабря будут успешными. Не бойтесь браться за большие проекты. Также, чтобы укрепить личные отношения, действуйте решительнее. А сейчас важное сообщение для козерогов. Козероги, открываются новые возможности. И если вы хотите что-то изменить в своей жизни, то сейчас самое время. Будьте внимательны к мелким деталям, от них может многое зависеть. Вечером уделите время близким, поддержите и дайте полезный совет. Водолеи, сегодня вы почувствуете прилив энергии и жажды деятельности. Вам захочется действовать и покорять новые вершины. Однако не спешите. Велика вероятность в спешке совершить серьезные ошибки. Обращайте внимание на знаки судьбы на вашем пути. Рыбы, не поддавайтесь чужому влиянию. Не следуйте слепо чужим советам. Думайте своей головой. Рассуждая логически и действуя рационально, вы сможете избежать очень многих ошибок. Прошлые планы или цели требуют переоценки. Многое уже не актуально. Ну что ж, все хорошее рано или поздно заканчивается. Подошла к концу и наша программа. Но мы надеемся, что у нас получилось зарядить вас бодростью и позитивом на весь день. Конечно получилось. Ведь завтра все опять включат ОТВ и будут смотреть про утро вместе с нами. До завтра.